века я сейчас замариную мясо для шашлычков овощи уже самариваю просто очень просто что мастер чек смотри да да он прав но тоже вот с какой стороны посмотреть нам нужно было продавать эти блюда а вы понимаете вот нужно же людям чтобы было во первых удобно кушать правда а ведь убил им же будет удобно взять шпажку и скушать шашлычок с овощами и с мясом все ваше решение вам за него и ведь поведать мы были не на кухне мастер-шеф да там где мы должны научиться готовить блюдо высокой кухни мы готовили на улице для людей и я считаю что это блюдо было в тему минимально ребята прошел час я хорошо все хорошо я не знаю капитан не знает что готовы команда но и не знаю я контролировал временем очень очень четко все было я сделал там пару ведер мир шмилл шейков поставил в холодильник к тому времени уже было госпачу я начал носил поставь все в госпаду в холодильник то есть занялся такой очень оперативной работой ребята стараемся холодильник по минимуму по ним и по минимуму открывает а у нас остывают и наши супы я просто ходил и контролировал каждый процесс и держал такую картинку что все происходило нормально у нас есть морепродукты не меня это не надо сейчас делаем с грибами просто его можно было бы делать на на шпажке на шпажке делаем с грибами можно еще с морепродукты если я привыкла шерпиде что даже не вин распределив все от начала там чистки картошки до презентации то у рома такого немножко не было такого смотри они все заняты рома а можно тебя на секунду дать можно от людей от людей у него не было человеку определенного ну как бы знаешь там типа трудового договора что я должна была рабы рома почему-то все придели а я хожу как лошара объяснишь что мне тебе дать что мне тебе дать ты переживаешь за то что тебя сольюли в чем дело карина естественно потому что если на часть не будет ничего делать то она получит черных фартук она за ним ходит рома дай мне работу рома дай мне работу рома мне надо работать она молодец по сути бы я так делал я тоже хожу ты сидишь за на картошке что тебе не нравится карина за картошкой ты за моей следишь рома ты за корень и зуба потому что карина начал кипишевать что это буду делать вы что-то помечайку и дироба это чудо не топишь кабину делай что-нибудь вообще не мешай это задание которое говорит капитан пожалуйста ты следишь за моей картошкой все мне не все хорошо с собой проблема я тебе сразу вот это у меня работа все работают все друг друга заменяют подходят спрашивают у тебя что-то не так я не хочу я не такой человек я не ну не любитель когда с бухты барахты кипиши кипишить могу люблю практикую умею но когда реально есть понт и повод когда беспонтовая тема нет смысла этого понимаешь кариш можно попросить а принеси мне пожалуйста за той емкостью где стоит толстый там майонез принести пожалуйста я прощу тебя и почему посылать этот период я на капитаны тоже на капитанская дочка чтобы 6 рублей так и знаешь поэтому я вошла его положение и сама в принципе подошла к ребятам а решу помочь наташ можно я буду с тобой украшать пожалуйста они меня не думай ни о ком ты работаешь в команде все не надо ссориться чем больше ты ругаешься тем больше тебя будет запара до кухни я понимаю что этим бродягам всем сбоку смешно дебилы ругаются женя женя капитан да что у меня в руках это стендер на котором напишем меню ай молодец ай молодец что почем будет будете продавать он спросил какие цены я думаю блин они сами не придумал думаю надо быстренько придумать цены на яблоки мы хотим продавать попробовать по 50 гривен меню есть потом у нас будет три вида шашлычков они будут стоят цену формирует мы хотим получить сначала обратную связь посмотреть какая цена если людям будет дорого мы будем сделаем дешевле помните что победит тот кто заработает большие деньги это мы сейчас и начнем этим заниматься ребят 30 один шашлычок нормально или мало я сейчас придумал цены я решил завысить у нас был милкшейк стоил 25 гривен гаспачо по 30 гривен все готово да все есть заканчиваете все что готово подносите туда хорошо мы с Юлей пошли торговать и у нас была котлетки по 30 гривен одна штучка ну мне кажется выше чем среднего но я подошел к Юле Юле ну я говорю Юля пойдешь продавать ты ты говорю посмотри на людей поймешь что дорого продавай дешевле люди начинайте покупать купляйте яблочко купляйте спать купляйте что вы все это не стесняйтесь тут почалась самое стеснятика мы просто любима частина втюхивание вы видите какие у нас сцены ребята все по дешевке дайте монету дайте монету дайте монету дайте поехали давай Юлечка я буду делать ты можешь рассчитывать деньги и так кого вам ребят синие же звезды вижу там все крутые собрались а там Женя третий раз капитан Юля Шелудько бог там мисс Чернигов там я не знаю да они начали на 20 минут раньше нас торговать на глазом кидал там это фаршированные яблоки непонятные там рома уже уже пора там быть пора уже идти туда пора идти чувак нищим уйти нам ребята давайте с меню определяться пожалуйста я хочу услышать Марина иди помоги с меню Женя предлагайте ну цены там начали когда-то пошел разговор за цен переставьте ну нормально адекватные цены 15-20 гривен ну как бы уже на аукционе 20 гривен компот дорого дорого это дорого ты что прикалывайся не такие конечно безумные цены как были у синих там за яблоко 50 рублей это вы что больные за яблоко 50 рублей да эти бабрикос на рву и что можно было пойти нащипать он там в парке и тулить их по по двадцатке стейк на кости ой стейк на кости я думаю надо нормально давай 20 21 стейк 1 стейк да хорошо давай один стейк максимальная наша цена была 35 гривен это то что может себе позволить любой человек да там 20 30 40 гривен это не космические какие-то деньги на сегодняшний день посмотри 30 25 30 30 40 40 бит шоу нас бит шо за фигня когда я увидела что они собираются продавать стейк по 20 у меня началась вообще мять телепат начал они добавили 10 гривен они продавали по 30 гривен его вот ну я считаю что можно было даже и больше поставить цель была накормить людей продать цены были нормальные адекватные цены не дешевые недорогие внимание синий красный я вижу стоит на парте кабле николай я понимаю уже держит рупоры в руках а я так ждала этого так ждала этих руморов просто вот вообще больше всех ждала выделите в ваших командах по участнику и пришлите их ко мне и малая малая иди сюда отправляем катюху она такая мелкая такая маленькая такая ну скользкая терруя даже возильном смазывать не нужно сразу хоп-хоп-хоп среди толпы проскользят и терру как селедка вот так катерина вы единственное боялся чтобы этом народ не затоптало тут он сам понимаешь там ростом не позволяет чтобы пройти очень глубоко красная кто от вас пойдет рекламировать когда я увидела что синий команды будет бегать малая но раз она маленькая я тоже вроде маленького роста давайте я буду удачи вам вперед спасибо бейте но я знала что я буду орать как бешеная покупаем у синей команды у нас холодный гаспачо молочные коктейли у нас шашлычки подлетая короче к полиции подходим покупаем у синей команды нет нам нельзя мы в погонах я на прокурора учусь а вы даже не хотите со мной поговорить понятно ну понятно хорошо вот так отзначит тоже мне братья девушка 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 вы смотрите мастер-шеф вот туда мани ваши вот туда короче и покупаете у нас короче идемте со мной пошлите 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 сейчас быстренько мальчик идем бери бабки у родителей и покупайте не команды девушка девушки со мной юля юля продай девчине что если она не разумеет ничего вот вот девчина вот 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 так и надо я побежала в одну сторону катя побежала в другую сторону где смогли там и сошкрябали этих людей купите у нас что-нибудь поесть мы приготовили мега крутые штуки девушка зачем вам это идемте покушать босоножки классно вы и смотрите мастер-шеф вот вперед туда наверх так вы куда вниз идете не не так не пьет пошли со мной а пойдемте на вас угостим пироженком каким-нибудь девочки наверх я проверю девчонки красный цвет пойдемте пойдемте мастер-шеф ели малышечки очень вкусно очень маленькие низкие цены так марина не трогай девочек не трогай девочек еще и армяне марина у них яйца белки не обработаны идите к нам если мы не станем такими же ублюдками как есть в синей команде то не исключаю того что вся наша команда в ближайшее время оденет черный партик и вылетит задача была не обосрать какую-то команду да там своих соперников а задача была зазвать к себе людей свою лично команду я не могу себе позволить унижая кого-то поднимать свою самооценку вечером получит подбегают нашим клиентам нашим клиентами и покупать и у них шуток и на мелкая 3 клянусь не покупайте у них ничего потому что у них яйца были на полу они поднимаются с пола не берите у них ничего берите все у нас красный день только яйца у них не обработанные яйца я честно я честно говори по телевизору сами видеть я тебе сейчас кабину отобью женька гергиц очень сильно обиделся я могу понять я не буду злиться на него типа ничего я понимаю ему было обидно это же испанский гаспачо это холодный суп летний жаркий день холодненький смотри посмотрите а 30 гривен но это глоток жизни у нас были ощущения что мы можем победить потому что мы продавали дороже они продавали дешевле на полтора раза и мы на 2 минут раньше начали коктейль да сейчас даю вас послали екатерину великую сегодня вот знаете его что вы сделали хорошее дело сегодня я буду 50 30 из 75 105 135 может вы сдачи когда юля губа чтоб стоит там плечика оголила там казалось 200 гривен в моей команде я так понимаю надо было просто поднять лифчики или как или майки и сказать с вас по 500 гривен я приехал на кулинарное шоу все людям нравится давайте быстро работать продавать все хотят стейки юля все хотят стейки быстро и ки мои хотят господи забирай сейчас формирую зайка сейчас сверху ложись зеленый кусок сверху уложу все хотят мои стейки и веришь я не знаю сколько этих стейков было мыска полная я не знаю сколько сковородок и полностью два противня в духу две духовки и ко мне не подбегают говорит мы их не успеваем даже донести до раздаточного от этого стола сразу видно кто повара кто барыги да всем все дадим ребята я пришла все нормально сейчас все будет круто у красных покупала и крылышки и картошечку и десерты десерты закачаешься особенно шоколадный там орешки просто вау за такой десерт можно реально убить простоять в очереди скиснуть там и не пожалеешь об этом ни единого раза 25 коктейль и 40 эта штука и того 65 у вас есть нормально яблочки может кому-то яблочки народ попробуйте давайте давайте правильный выбор решение давай 1 2 я купил у синей команды яблоко ну вкусно очень хожу ем масло по 10 гривен бигон кики пачек тут еще есть оливки тоже продавать я принял супер крутое решение ваще проблемческое решение я заливаю холодильник сотрю масло и осталось у нас много горошка с озвученкой думал что это делать надо продать джей ты можешь на все какие-то продукты забрать апельсины какие-то кто-то начал продавать консервации я вообще наверно не понял думаю кто это так посмелился опередить моим мыслям были такие мысли вообще продавать все что видел я от продуктов заканчивая техника эти серьезно рассказали продавать вид вот выборы лечили бы а вот еще смыть варенька 25 гривен варенька ай молодцы давайте 25 гривен все продадим все продадим роман неси духовку нашел покупателя за двушку следующий сектор эктор эктора за 20 гривен погнали 50 100 200 5000 эктор продала бум понеслась николая сапоги продаем за сколько за полтос улетели вот такая торговля сегодня ребята бешеная и тут откуда ни возьмись появился тантьяна появилась я тебе отвечаю городе все статья 101 наверное все капец что происходит у вас здесь что вы кассу дьем стоп остановили какую кассу вы что обалдели во первых нам никто не говорил что такого нельзя делать а никто не пишет купленные за деньги на аукционе продукты мы оставшиеся у нас же цель какая была касса сказали вот продавать на так быстро резко падаешь на мороз ты такое говоришь мнение нет не мое забирайте забирайте уходите человек тоже так все-таки быстро сконцентрировался вообще давай быстро убегать двигать заднюю давать но четко чтобы его не спали не татьяна стоять короче деньги верните деньги верните она дайте деньги деньги и деньги мои короче там вообще за деньги думался будут драться татьяна наверно с посетителями я перепугался раза всех у нас еще один наток с пловом стоял у нас доготавливалась курица у нас было ну еще куча или из чего можно выудить и вытянуть деньги в этот момент страшный ну произошла катастрофа кто дал команду вы приняли неправильное решение я останавливаю ваши продажи вы больше не продаете я забираю эту кассу и на данный момент это все что вы могли сделать женя как вы видим неудержимый коммерсант потому что не смог даже совладать со своей жаждой коммерциализировать и монетизировать совершенно все даже исходные исходники и если это уместно то это может быть гибрид пьера решара и наполеона бонапарта я приношу свои извинения за то что синяя команда себя так повела некорректно извините пожалуйста они будут наказаны они уже наказаны дисквалификация сократила время нашего торгового вот этого забега минут на 30 или 20 в то же время могу сказать что у меня в голове пронеслись мысли о том что это такой скандал что быть может истории все во всей истории мастер-шефа не бывало таких прецедентов и что это может окончиться вообще чем угодно дано расскажи обстоятельства всего смотрите вся команда стоит на продать банки склянки свое хлебало извините шоу вы сделали поэтому сгущенном молоке вы подержали в руках остались свои отпечатки пальцев на шару заработали деньги быстрее у нас 20 минут за что за ваши деньги и желательно без дачи желательно много у нас такая была жара что даже не могу передать там касса была на 2012 я просто успел не успел эти 200 кивурки засовывать я продавал за 30 гривен госпачо ведро продал сделал почитал принципа калькуляцию так себе прикинул что сколько там ведре получается почти 100 стаканов до 3000 гривен кп вытащил с садового ведра госпачо нормальный ход нормально и 200 человек если мы проиграем поездок я перед всем извинился искренней не было мажать вот обдурить что-то продать на ручки это правило просто мне казалось что это чисто бизнес-подход очень хороший бизнес-подход ничего страшного остановили конкурс хорошо я беру на себя вину поэтому не переживать уже не только это моё было решение это до жопы что-то было решение ты на мастерстве ты должен готовить не гвоздем надо кого-то в лоб прибить вот так клубки чтоб понял романы просто раздадим людям компот ребята раздаем компот знаешь как говорят венчает не начало конец это очень хорошая фраза чувак тоже мы вначале стартанули там мрачная офигенная там красиво все можно было полить понимаешь ничего не продать и переругаться 200 раз венчает братан конец мы все вообще продали красная команда внимание капитан я останавливаю ваши продажи и реально имели надежды на то что мы выиграем потому что ну извините у нас стояла очередь километровая у нас не мы распродали почти все что приготовили у нас не практически ничего не осталось мы с моими коллегами мали прийняти решение щодо вчинку синей команды мы никогда не думали что кому из кухарьев спаде на думку продавать продукты а не страва то что мы таки завдания мы поставили перед вами всеми на початку мы решили что не хотим распространять наши выездные конкурсы суворого покарания течение половины годины яки синя команда не торгувала пока что вистачка но это последнее попереджение наступного разу мы без жалю попрощаемося хоть целую десятку элигентарии мы справимся больше никогда так не будет больше не будет никогда что ж а теперь настав час петрахувати ваши гроши с 2 3 4 я понимаю что после того как дисквалифицировали мы еще продавали ну где-то минут 40 это точно я была уверена что мы выиграли двадцать пять гривен красная у вас у на до стресс два три четыре пять там щитовито восемь семь пять четыре три два один 250 гривен сто двести триста четыреста видели купюр синий команды пяти соточки к двусоточки соточки мелких денег очень было мало три тысячи четыреста раз два три четыре самый страшный шелест денег моей жизни сорок один сорок два да да это 43 но мы стояли молча спина к спине и ждали вердикта потому что мы понимали что это полный право 61 гривен кто с 2 3 4 5 6 считают они бабло короче она что понятно то по рублю вытянут какую-то эти то по 2 то по 3 то по 100 короче запутали так что черт ногу словно там по 200 я знаю как дело и еще чуть-чуть и все достаёт деньги красных англ посмотрите пресс денег я смотрю действительно там наше дело труба 2 тысячи гривен 46 и это все я уже был честно тебе отвечал не знаю пацана я думал они уже ну все они выиграли короче вы сегодня славно поработали особенно команда красных у вас восемь тысяч пятьсот сорок три гривны я с тапочек вылетел просто меня выбили с тапочек я смотрел почти все сезона мастер-шеф больше восьми тысяч дней одна команда не зарабатывала за все четыре сезона я уже уже такая тут меня ромыч тихо-тихо а у синих девять тысяч это было ощущение ну типа какая-то эмоция такая очень настоящая непередаваемая потому что мы были все деморализированы и тут мы такие оп 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 и победили и реально опять победил там крики ахи-махи ну я понял что нужно быстро радоваться а то вдруг короче ошибся я часто путаю 5 и 6 короче поэтому я думаю не не надо быстро обниматься ребята вдруг реально перепутали у меня такой просто ступор и я стою у меня настолько бита на тупо слезы обидно то что каждый участник из нашей команды пахал как проклятый и вот и нас поставят на голосование я не знаю за кого голосовать послушайте то толпа людей которая была у нас питать те три мужика которых развела шелучка и великая кто эти люди вообще люди люди они что вышел красивее баб не видели ну я не понимаю мужики у вас все так плохо червони малыш в этом думал не стремно сон и было на чутяк мне вообще монет по барабану или и ким их там думки будут шоу на светом думаю то есть у нее глубоко но плевать синие вы довольны победы да 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 в воздухе витал накал страстей невероятных потому что красная команда очевидно считала свое поражение крайне несправедливо мы больше ориентировались на людей мы старались по-человечески в общем альтруизм их стал уже так зашкаливать что пока они стали зажигаться ним бы над их головами во время вмешалась катя наша екатерина великая если не сказать величайшая что получается что мы не люди что ли если вот николая дорогой ресторан так он что не человек получается да когда уже сказали что наша команда не люди у меня тут прорвало упала забрала я понеслась и я хочу сказать что когда я была капитаном и получила черный фартук я никого не обвиняла они бы сели и я подумали а почему мы проиграли они бы взяли например нашего капитана и жизнь объем все рассказал чтобы в следующий раз они не делали таких ошибок нужно выполнять задание конкурса эктор не сказал накормите людей он сказал принесите кроме людей продаю консервации я говорю кто принесет больше денег тот и победитель у нас завод сейчас не об этом об этом об этом так ребята ну я считаю что зачем мы же победили зачем это вот все личные штуки мы же просто лучшие в этом червони завданье было продавать стравы а не раздавать безкоштовно а вы сын не повинны были продавать готовые стравы а не продукты обидвие команды поплатили за те что порушили правила сын не втратили дорого ценный час червоним по счастливу еще меньше они зазнали поразки синяя на балкон берите ручки бумагу и напишите одно имя того кого вы считаете самым слабым прошу один за одним выходьте и пояснить учаснику за якого проголосовали свой выбор пищеварный мозг капитана роман буда так уважаемая моя золотая команда всех благодарю за работу все были умнички не считаю прям сильно слабым жени но если бы сделали овощное пюре немного быстрее подняли бы немного больше лавы соответственно возможно бы все весь процесс был бы дальше его уже не дала со своей работой справился отлично и поэтому как бы за жене ну он просто его да пусть нашу зажим не будут голосовать голоса за тебя как за капитана мы твоя команда мы шли за тобой возможно что-то прав пошло не так и я голосую сильно за тебя ромка я тебя считаю самым сильным следующий раз чтобы цены были высокими и пойду продавать я и продадим все по миллиону должен был одеть сегодня черный фартук я и я подвел свою команду потому что видимо чего-то я не углядел романы ничего личного прогон по ходу сценами окей как бы я за ром бросовал я думал что все будут за рома голоса понимаешь всем спасибо за работу мне было очень приятно с вами работать просто работали если сестер не раскидать и не сожрут всех их надо сразу на слайде резать одна мама отправлять века очень боялась что буду голоса против она не ожидала этого я тебя считаю сильным конкурентом и вас двое как бы да правда не потому что ты делала меньше дело так же самое как все но наташа проголосовала более корректно то есть да она дала мне свой голос но она сказала что ты сильная конкурентка вот покажи на что ты способна я не я благодарна и за этот голос это честно сказанные слова мне в глаза дальше проголосовала ира цифру 100 отряд за трошки меньше часа затраты на баклажанки мне покладно да дальше они просто выходили отдавали мне свой голос мотивирует от чем-то там курицу делали очень долго и шашлычок да да и надо было на другое сковороде не нагреть да ну попустись девочка малюха потому что сильно ты там уже как-то наверно взлетела знаешь взлетать легко падать тяжело толстый я ему сказала попрешь против донбасса пойдешь следующий он так очковался дирон менжовался до последнего такой смотрю не уже рука дрогает а точно вот это подвижно а точно вдруг и один вдруг уходят я говорю хочешь не написал повесил ясно века чко я знаю давай я не помню даже что ты приготовила рано и мы его вас двое вам легче это правда я тебя убью все понесли наколочки свои начали вешать на них ну это был вообще шок я ну считаю что просто они накололи потому что они посчитали ее просто сильным игроком и хотели ее просто слить они не боятся все просто вот еще ты сильный конкурент мы хотим посмотреть как ты поборешься хорошо была реальная возможность просто убрать одну из сестер потому что понимаешь ну да ну и вроде бы все находимся в равных условиях да это и цукей я все понимаю но сестер двое как змей горыныч понимаешь если бы у него одна голова может быть он был бы глупее а так все-таки две сестры у меня виктория виктория выходьте конечно это морально очень тяжело выдержать но что нас не убивает делает сильнее ворольгу на разу колы голосовали против вас склалося вражение что вы знали что так будет это так я знаю я вижу людей по глазам сразу что они будут голосовать против меня я просто видела из самого утра как они себя вели какие как раз какими глазами смотрели на меня ну я уже знала все по фаворке это зажиме мид фартух ну если честно мне просто налились глаза кровью я не знаю как у быка и все я знала что я сейчас выйду и буду делать все чтобы этот фартух сняли с меня